Любимой Одинцовской больнице 55 лет. За эти годы она прошла путь от здравпунктов в бараках до клинической больницы. Но в народе она по-прежнему именуется медсанчасть 123. Большинство собравшихся в концертном зале культурно-спортивного центра «Мечта» работают здесь всю профессиональную жизнь. То есть, попав сюда, уже не уходят, потому как за полвека не утрачены традиции и научный дух больницы, где принято работать по-настоящему, то есть не отказывать в помощи никому. На юбилей пожаловали дорогие гости, те, благодаря кому больница существует и развивается. Своё поздравление прислал руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, выразив благодарность за оказание медпомощи оборонной, строительной и космической отраслям, а также наградив главного врача больницы Александра Болотникова и его заместителей Нину Гюнтер и Ольгу Шилову ведомственной наградой ФМБА «Золотым крестом». Секрет в коллективе и в руководителе, потому что Александр Иванович Болотников, у него настолько много идей, он настолько инициативный руководитель, ну просто, а мы как бы вот выполняем то, что у него эта идея появилась. И нам это очень нравится, потому что он нам не мешает в работе, он просто «работайте, работайте, делайте своё дело». К поздравлению врачей присоединилось и руководство ОАО «Траншинстрой», ведь благодаря клинической больнице 123 объект государственной важности, Московское метро и многие другие объекты строятся качественно и в срок. Естественно, не могли не поздравить коллег и Одинцовские врачи, с которыми существуют давние крепкие профессиональные связи. Например, Татьяна Николаевна Медведева проходила здесь интернатуру, а Петр Иванович Жюлега работал врачом-урологом. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше понимание трудностей в здравоохранении муниципального района, за ваше постоянное желание сотрудничать, оказывать помощь, взаимодействовать и просто по-человечески приходить на помощь. За доблестный труд на благо Одинцовского района медалью Валентину Чистюковой награждена терапевт клинической больницы 123 Ирина Петровна Артемьева. Мы гордимся, что такое замечательное учреждение, с таким коллективом прекрасным, такими традициями, работает в системе обязательного медицинского страхования. Благодарными письмами, почетными грамотами, ценными подарками в этот день были награждены не только врачи и медицинские сестры больницы. Среди лучших многие сотрудники не медики, но без них работа больницы невозможна. Свою благодарственную грамоту прислал митрополит Крутицкий, коломенский ювеналий. Тесное сотрудничество больницы и московской патриархии известно жителям Одинцова. Среди высоких общественных наград, врученных в день празднования юбилея и орден Гиппократа, учрежденный специально за заслуги в области здравоохранения. И эти заслуги впечатляют. Сегодня больница тесно сотрудничает с восьмью кафедрами ведущих московских вузов. Среди врачей-доктора и кандидатов медицинских наук. Ведется активная научно-практическая деятельность. Больница оснащается передовой медтехникой, но собравшиеся помнят, как все начиналось, и в первую очередь говорят спасибо тем, кто стоял у истоков. Многие годы больницей руководила Людмила Иосифовна Кораблева. Ей же пришлось осваивать и построенное в 1978 году новое здание больницы. Больница колоссальная построена, замечательная. Мне говорил один из начальников тетов, что вы будете делать в этой больнице, особенно в вестибюле. Ну вот, оказалось, что она даже и маловато стала. Замечательно, что Александр Иванович добился таких больших возможностей.